Сигнал о пожаре на пульт диспетчера 101 поступило от сотрудников наркологической больницы утром в 11.35. Врачи сообщили, что загорелось двухэтажное здание, которое делили наркологическое отделение и архив психоневрологического диспансера. Прибытие первых пожарных автомашин огнем была охвачена крыша и пламя грозило перекинуться на помещение. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте происшествия были эвакуированы на безопасное расстояние 20 человек. В тушении пожара были задействованы 13 техники и 115 человек службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Кроме того, также были задействованы 10 человек департамента ПЧС и 3 единицы техники. Жертв и пострадавших на месте происшествия не было. Остановить распространение огня пожарным удалось в течение 40 минут, а еще через 12 минут пламя было полностью затушено. Благоприятному исходу происшествия, помимо оперативности пожарных, способствовала и подготовка местного персонала к подобным происшествиям. Несколько месяцев назад здесь проводились пожарно-тактические учения, в ходе которых борцы с огнем обучали местный персонал действиям в подобных ситуациях. В порядке, как показала последняя отработка, здесь было и противопожарное оборудование. Имеется 4 гидранта. Здание все оснащены противопожарной системой, грохот. Проводится ежегодное учение, как и пожарное, так и по технике безопасности. Проводятся лекции, учения. Как выяснили специалисты по чрезвычайным ситуациям, в ходе осмотра здания на крыше из профнасила загорелась деревянная обрешетка, и огонь стал распространяться по всей крови. Под крышей находились архивные бумаги психоневрологического диспансера. Но, по словам сотрудников ПЧС, они не пострадали. Пожар удалось вовремя потушить. Сейчас дознаватели департамента выясняют причины возникновения огня. Даня Архуда и Берленов, Айтория Толиндейт, Дельшот Адашев, информационная служба телекомпании «Утрак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова